Без приседаний, со штангой тяжелых, становой тяги вы не сформируете даже ту основу, на которой начнет тело ваше преображаться. Физкульт привет, друзья и ученики! С солнечной Флориды! Сегодня прекрасный декабрьский денек. Да-да, у всех зима разная. И это видео должны посмотреть все девчонки, все, кто хочет заниматься железом или кто не хочет заниматься железом по причине различных мифов и заблуждений. Сегодня я вас хочу познакомить с одной очень замечательной девушкой. Еленой Прекрасной, можно так сказать. Я увидел ее давно в инстаграм, следил за ее роликами, за ее фотографиями и мне очень понравился подход этой девушки, мне очень нравится ее позитивный настрой, как она всегда преподносит свои тренировки. И я хочу поделиться сегодня с вами. И она, Елена, сама расскажет о себе, расскажет о своих тренировках. Надеюсь, вам понравится. Обязательно подпишитесь на ее инстаграм. Ссылочку я оставлю в описании к этому ролику. И как вы увидите сегодня, Елена приседает и тянет веса на штанги, превышающие в два раза ее собственный. Талия ее не увеличивается, она не превращается в мужчину. Она становится все более привлекательней, все более спортивней и, естественно, все более здоровее. А также очень-очень сексуальной девчонкой. Поддержите ее в ее профиле инстаграма. Всем привет из Украины. Меня зовут Лена. В этом видео хочу затронуть тему, как спорт влияет на женственность и красоту. Я профессионально занимаюсь пауэрлифтингом, выступаю на соревнованиях, поднимаю и приседаю с весами в два раза больше моего собственного. Ну и, конечно же, по этому поводу слышу много комментариев. Основной такой стереотип, что девушка при такой нагрузке может стать похожей на мужика. Знаете, грамотный человек никогда такого не скажет, потому что есть одно простое «но». В женском организме нет такого количества тестостерона, чтобы быть хотя бы приближенной к мужику. Я уже молчу о том, что у вас не станет расти борода и что-нибудь другое тоже не вырастет. Для меня, если честно, искренне удивительно, что такой стереотип до сих пор существует при таком количестве информации в наше время. И лично мое мнение, что женственность убивают абсолютно другие вещи, типа пивко, сигаретка за углом и плохое настроение. Ну и, собственно, отсутствие способности мыслить. А спорт может сделать вас только здоровыми, бодрыми духом, что, собственно, и есть красота. Расскажу немного о себе, как я пришла к спорту. В принципе, для себя я совершила, можно сказать, абсолютно невозможное. В школе я была довольно слабым ребенком, на физкультуру я не ходила вообще. Я очень часто теряла сознание, и все было настолько крайне, что по окончанию школы мне разрешили сдать физкультуру устно. Потому что оценки в аттестате были хорошие, а по физкультуре, ну, даже два поставить, это два, знаете, тоже за что-то надо поставить. И вот мне разрешили сделать доклад, реферат и сдать его устно. В общем-то, вот так вот я и получила оценку по физкультуре, по-моему, семь мне поставили. Ну, и до 22 лет о спорте я вообще не имела никакого представления, никогда об этом не задумывалась. И вообще, что есть какой-то спорт, и люди им занимаются, для меня это было что-то непонятное. На протяжении многих лет я страдала очень сильными мигренями, болями в спине. И самый тяжелый случай был, это когда я попала с 7-дневной мигренью, ну, то есть это острая головная боль вообще невыносимая, в больницу. Там мне поставили диагноз вегетососудистая дистония, ну, и в принципе не лечили никак. Ну, и ближе к теме. В какой-то момент я решила начать заниматься дома. Ну, не знаю почему, я просто почувствовала, что хочется какой-то зарядки, какой-то нагрузки. И вот я нашла видео тренировки, которые длились 20 минут. Ну, и поначалу больше трех минут для меня было просто непосильно. То есть три минуты я занималась по этой тренировке, все, дальше просто не могла. Ну, и постепенно, вот я стала заниматься каждый день по этим тренировкам. И, в принципе, постепенно, маленькими шагами по одной минуте добавлялась. Дошло все до того, что 20 минут я уже могла осилить эту тренировку, в принципе, легко. Потом я начала бегать. С бегом все было точно так же. Бегала я по улице. Ну, и в какой-то момент подвернулся такой случай. Один знакомый товарищ работал в спортзале и предложил бесплатно прийти позаниматься. Собственно, мне стало интересно. Я пришла в спортзал. Он мне показал пару упражнений в тренажерах. И упражнения типа выпадов, вышагиваний на платформу. Ну, и, в общем-то, все. Вот. Мне, в принципе, понравилось. Но дальше я ходить не стала, потому что были какие-то другие события в жизни, которые отодвинули спортзал. В итоге боли в спине достигли просто критической точки. Я не могла уснуть ночами, потому что я не могла принять какое-то положение, в котором бы у меня эти боли прошли хотя бы на чуть-чуть. И, в конце концов, у меня произошло онемение правой ноги. Вот. Я пошла в больницу. Врач направил меня на МРТ. И оказалось, что у меня в позвоночнике протрузии. Не одна. Две в поясничном отделе. И несколько в шейном и грудном. Ну, и, в общем-то, все проблемы шли отсюда. Ну, мне прокололи какие-то препараты, типа никотиновой кислоты, чтобы убрать онемение. На этом всё. И дальше, можно сказать, интуитивно, или я не знаю, какие там поспособствовали силы, но я почувствовала, что мне нужно всё-таки пойти в спортзал. Я купила абонемент и начала ходить. Вот. Занималась я самостоятельно. Я каждый день изучала очень много информации о физиологии, о тренинге, о всяких упражнениях. Ну, в общем-то, стала активно, так скажем, развиваться в этой теме. Поначалу я работала чисто на кач, так скажем. И моей целью было сделать сильную спину. В принципе, мои мышцы начали укрепляться, увечиваться. И меня отпустили боли в спине, мигрени. Также у меня до этого был дикий тремор конечностей. И, кстати, даже всего тела, не только рук и ног, но доходило до того, что у меня всё тело трусилось. То есть, это тоже ушло. Вот. И где-то только спустя полгода я начала изучать такие упражнения, как приседания, становая тяга. Вот. Мне это очень начало нравиться. И со временем, как-то так можно сказать плавненько, я перешла на пауэрлифтинг. Начала заниматься чисто силовым тренингом, лифтерские программы, мало повторений, очень много подходов. Веса увеличивались. И я начала готовиться к своим первым соревнованиям. Довольно с неплохой суммой я вышла. При собственном весе 47 килограмм ровно я сделала сумму в 170 килограмм. Это были первые мои соревнования. Вот. Заняла первое место в своей весовой категории. Это был чемпионат города. Ну и, в общем-то, всё продолжилось. Занимаюсь пауэрлифтингом по сей день. Не собираюсь бросать. Мне это очень нравится. И вообще, знаете, спорт полностью изменил мою жизнь. В первую очередь самочувствие, здоровье, вообще самоощущение, настроение. Спорт очень изменил мою жизнь. В первую очередь, конечно же, самочувствие, состояние здоровья. Я напрочь забыла о всех тех проблемах, которые меня беспокоили. Также изменилось моё окружение, характер, самоощущение, ну и вообще качество жизни. Могу честно сказать, это просто лучшее, что случалось со мной за мою жизнь. Ну, конечно, пришлось столкнуться и с непониманием, менялся круг общения. Ну, всё это ерунда, потому что я нашла себя в том, в чём даже не могла подумать и даже не могла не представить, что когда-то я буду совершать просто вещи, которые, ну, можно сказать, когда смотришь на это, ты не веришь своим глазам. Вот, и это круто. Что хочу сказать вам, дорогие девушки, не нужно бояться работы с большими весами на штанге. И мало того, без них ваш тренинг будет абсолютно неэффективным. И то, что дают девушкам современные тренера, это вообще полная чушь. Мало того, некоторые упражнения могут просто свести человека в инвалидную коляску. Им просто невыгодно обучать вас базовым многосуставным упражнениям, потому что это процесс трудоёмкий, это не за один день изучается. Сформируясь без базы, вы просто теряете своё время, а также деньги на ветер. Это ровным счётом не принесёт вам того результата, той формы, о которой, собственно, мечтают все девушки, к которой стремятся. Из приседаний со штангой тяжёлых, становой тяги вы не сформируете даже ту основу, на которой начнёт тело ваше преображаться. Хочу пожелать вам освободиться от стереотипов, быть здоровыми, в хорошем настроении, что и значит красивыми. Ставьте цели, достигайте результатов и кайфуйте от этой жизни. Она у нас одна и очень быстротечна. Всем пока! Ну что, девчонки, надеюсь, вы убедились, что никакие тяжёлые приседания, никакие становые тяги с большими весами, а вы видели, Елена приседает и тянет вес в два раза больше себя, не сделают вас мужеподобными, не сделают вас уродинами. Занятия с отягощениями не увеличивают вашу талию, только ягодичные мышцы. И вы будете смотреться всегда замечательно, всегда будете на позитиве, будет меняться ваше тело, будет меняться ваше психическое состояние и, естественно, ваше здоровье. Самое главное всё делать с умом, грамотно тренироваться, грамотно питаться и, самое главное, грамотно отдыхать, восстанавливаться. Тогда всё будет здорово. У вас просто нет необходимого количества тестостерона, чтобы превратиться в мужчину. Повторяюсь, вы будете становиться всё сексуальнее, всё привлекательнее и красивее. Оставайтесь всегда на позитиве, пусть у вас в душе всегда светит солнце и обязательно ходите на тренировки, на силовые тренировки. На тренировки, где вы будете поднимать доступные вам отягощения на штанге и на гантелях. И совсем немножечко на тренажёрах. Но классическое кардио мы оставим врагам. А сами будем делать его только перед силовой тренировкой в качестве разминки и после силовой тренировки в качестве заминки. Всем пока! Увидимся в тренажёрном зале! Субтитры сделал DimaTorzok